2013 для мировой экономики был годом сложным и противоречивым. Такую оценку дают представители Международного валютного фонда. Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим и валютным делам Оли Рен, представляя прогноз развития экономики стран Еврозоны Европейского Союза, назвал прошедший год поворотным пунктом. При этом он заявил, что о преодолении кризисных явлений в Старом Свете говорить пока рано. Но наблюдается все больше признаков достижений европейской экономикой поворотного пункта. Бюджетная консолидация и структурные реформы, предпринятые в Европе, создали основу для роста. В то же время еще слишком рано объявлять победу, безработица до сих пор остается на недопустимом уровне. Конец цитаты. Между тем, эксперты не предсказывают и в этом году резкого снижения числа безработных. В декабре прошлого года уровень безработицы в Еврозоне составил рекордные 12%, или около 19 миллионов граждан региона Евро. При этом статистика не учитывает миллионы европейцев, которые отказались от поиска работы. Наиболее сложной ситуация выглядит в Испании, Франции и Греции. К примеру, почти половина молодых испанцев ощущает себя невостребованными в своей стране. Существенной проблемой стран региона остается крайне высокий уровень государственного долга. По итогам первой половины 2013-го госдолг 28 стран ЕС составил 86,8% от ВВП. А у 17 стран Еврозоны он достиг 93,4% ВВП. На фоне существенных политических и социально-экономических проблем совокупный ВВП стран ЕС прироста не дал. Примечательно, что прошлый год был для Европы юбилейным. 1 ноября 2013-го исполнилось 20 лет со дня вступления в силу договора о Европейском Союзе. Приднестровской экономике в ушедшем году также пришлось сдавать экзамен на прочность. Кризисные явления на мировом рынке черных металлов сказались на работе Молдавского металлургического завода. Только благодаря господдержке после многомесячного простоя предприятие заработало и к концу году даже значительно нарастило производственные мощности. При этом серьезный рост производства был отмечен в большинстве отраслей Приднестровской индустрии. С высокими показателями к концу года подошли пищевики, предприятия химической и легкой промышленности. Благодаря этому удалось несколько снизить зависимость нашей экономики от работы промышленных гигантов. Наметились изменения и структуре Приднестровского экспорта. В этом году под воздействием различных факторов структура нашего экспорта несколько изменилась. На первый план у нас сегодня вышла электроэнергетика. Радует, что на втором месте у нас сегодня стал экспорт продуктов питания. И сегодня по объему экспорта это вторая позиция. На третьей позиции у нас легкая промышленность и только на четвертой металлургии. В прошлом году республика торговала с 98 странами мира, в том числе с 10 государствами СНГ, на которые приходится две трети Приднестровского экспорта. 40% наших товаров идет в соседнюю Молдову. Не менее приоритетными для ПМР остаются торговые и экономические отношения с нашим стратегическим партнером. В прошлом году экспорт в Российскую Федерацию снизился примерно на треть. Виной тому уже помянутый кризис на рынке металлов. При этом почти на эту же величину было поставлено в братскую страну больше товаров с высокой добавленной стоимостью. Соответственно выросла сама доходность от этих операций. По остальным товарным группам объем экспорта в Российскую Федерацию вырос ориентировочно на 28%. То есть это очень позитивный сигнал. Это очень позитивный сигнал сейчас связан с тем, что мы в эти 28% увеличение на 28% в товарные позиции входит не только такой биржевой товар, как металл. Не только такой биржевой товар, как цемент, не только такой биржевой товар, как зерно, но и продукция, в которой гораздо больше добавленной стоимости. Это наша конвесервация, это наша легкая промышленность, это тяжелое машиностроение. То есть вся та продукция, которая несет гораздо больше добавленной стоимости для страны. Поэтому оценка экспорта в Российскую Федерацию по результатам 2013 года очень положительная. Несмотря на трудности, с которыми сталкивались в течение года наши промышленные гиганты, экономика Приднестровья даже продемонстрировала рост по сравнению с 2012. Важным показателем является уровень привлеченных в Республику инвестиций, который по итогам 9 месяцев прошлого года вырос на 38%. В этом году наблюдается значительный прирост инвестиций. Конечно, нельзя не отдать должное вкладу оно и в Российская интеграция, которая на сегодняшний день в рамках своих программ производит значительный вклад, инвестирует значительные средства Российской Федерации. Но, тем не менее, даже без учета этих инвестиций у нас значительный прирост и по внутренним инвестициям, которые вкладывались самими производителями в промышленность, в развитие промышленного производства. В течение 20 лет части экономических агентов Республики предоставлялись беспрецедентные преференции, помноженные на практически дармовые энергоресурсы. Между тем, модернизации предприятий не производилось, государство терпело убытки, деньги, заработанные собственниками, оседали в офшорах. Два года назад для бизнеса были установлены единые правила игры, созданы условия для развития здоровой конкуренции и вывод предпринимателей из тени. Всего за год число организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, выросло более чем на 100, а по сравнению с 2011-м таких предприятий стало больше на 300. Число индивидуальных предпринимателей за два года выросло более чем на 4,5 тысячи. У нас произошел действительно большой рост количества индивидуальных предпринимателей, зарегистрирован, но одновременно произошел рост и числа зарегистрированных юридических лиц. Таким образом можно говорить и в целом о том, что бизнес выходит из тени. И именно в данной части мы и направляем дальнейшие свои усилия. За этот небольшой временной период рост доходов консолидированного бюджета составил 61,5%. При этом поступления от внешнеэкономической деятельности выросли в 4,5 раза. Практически по всем районам наблюдается увеличение, в том числе и налога на доходы организации, за исключением Рыбницкого района, который по всем известным причинам стал недополучать те доходы, которые они получали раньше. По всем остальным районам, в том числе и по Террасполю у нас активизировалась деятельность, по Бендерам заработали предприятия. И по всем остальным районам у нас исполнение бюджета идет с превышением. Какой будет мировая экономика в нынешнем году? И удастся ли старому свету преодолеть последствия финансового кризиса? Эксперты утверждают, в текущем году экономика ЕСТ продемонстрирует рост на 1,4%. А в 2015 темпы роста европейской экономики усилятся почти до 2%. Между тем признают, что прочность данных прогнозов соизмерима с плотностью мыльного пузыря, а значит говорить о полном выздоровлении пока преждевременно. По расчетам специалистов, в Приднестровье в этом году ожидается рост ВВП сразу на 6%. В последующем рост экономики должен составить 3-4% ежегодно. Если говорить о промышленности, то мы планируем в следующем году прирост в текущих ценах 27%. В дальнейшем мы планируем выходить на более стабильные темпы прироста, это 9-11% ежегодно. Благодаря грамотной политике Центробанка курс рубля был стабилен и в прошлом, и позапрошлом году. В ближайшие три года также серьезных скачков курса национальной валюты не ожидается. Мы просто были тоже все свидетелями тех отрицательных влияний скачков курса на наших экономических агентов, когда, во-первых, цену, уже зная о том, что идет стабильное повышение курса в цену для конечного потребителя, заранее закладывался определенный процент для того, чтобы потом возместить себе же затраты. Это в основном в торговых организациях, что потом и приводило к росту инфляции. Приднестровскому республиканскому банку удалось предпринять все необходимые меры для того, чтобы стабилизировать курс, и мы видим, что он держится на одном значении, и на последующие три года, согласно тех документов, которые были представлены в Верховный Совет, примерно в этом коридоре курса и предполагается удержание курса национальной валюты. В 2013-м в Приднестровье был зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции. Благодаря чему впервые за много лет зарплаты росли быстрее, чем цены. По итогам 12 месяцев доходы граждан выросли в среднем на 11,5%. В бюджетной сфере рост составил почти 15%. При этом цены на потребительские товары выросли на 4%. Коммунальные тарифы на 5%. В текущем году правительство республики планирует также проводить работу по сдерживанию темпов инфляции. При этом все социальные выплаты будут проиндексированы на заложенный в бюджет 8%. Процесс инфляции во многом зависит от тех решений, которые принимаются исполнительными органами. Этот процесс можно в ряде случаев контролировать. Естественно, мы не можем повлиять на импортируемую инфляцию, но на те процессы, которые происходят на территории Приднестровья, есть возможность влияния и контроля для того, чтобы снизить давление, которое зависит от роста цен на доходы населения. 2-3% инфляции, в принципе, это нормальный показатель. Ранее у нас инфляция набирала галлопирующие темпы и составляла 12-15%. Поэтому этот показатель, он умеренный. Умеренные темпы роста, и даже хочу сказать, что эти темпы роста у нас ниже, чем во многих странах СНГ. Помешать реализовать задуманное могут негативные факторы, лежащие в плоскости политики. Ни для кого не секрет, что наша экономика на протяжении многих лет подвержена давлению извне. В такой ситуации одних усилий руководства республики, направленных на стабилизацию экономической ситуации, недостаточно. Все действия упираются в стену двойных стандартов. Иными словами, несмотря на старания президента и правительства, даже цивилизованное европейское общество не стремится замечать нарушения существующих международных норм и прав. Поэтому думается, что правила экономической игры для приднестровских предприятий в будущем напрямую зависят от действий крупных международных игроков и расходовки на карте мировой политики. Андрей Белоус, Салават Шайхулисламов. Специально для Точки Отчета.